ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 ноября в нашей стране прекратилась выдача обычных бумажных паспортов транспортных средств. Их заменили электронными. При этом традиционный документ не упраздняется. Менять его на виртуальный или нет, должен решить сам автовладелец. На подержанные автомобили ЭПТС можно будет получить при регистрации авто на нового собственника. Власти говорят, что электронная база должна работать без сбоев. Добавлю также с 1 ноября извещение о ДТП в электронном виде можно получить через мобильное приложение. ТРАССА 101 В трех российских городах, в Перми, Красноярске и Калининграде, в следующем году начнутся испытания интеллектуальной системы, которая призвана повысить безопасность дорожного движения. Подробностей пока нет, но заявляются вполне себе важные вещи. Например, водители смогут узнавать о том, где удобнее объехать место ДТП, где проводятся дорожные работы или открыт люк. Будут и другие фишки. Например, предупреждение о том, что на переходе вот-вот появятся пешеходы или о приближении машины со спецсигналами. ТРАССА 101 Автоваз запустил продажи черных версий Lada 4x4 и Lada X-Ray Cross. Их отличают крыша черного цвета, это не касается бывшей Нивы, черные корпуса зеркал заднего вида и колесные диски. В салоне тоже преобладает такой колор. Технически машины остались прежними. Правда, их стоимость, мягко говоря, не скромная. За X-Ray просят минимум почти 1 миллион рублей. За Lada 4x4 почти 700 тысяч. ТРАССА 101 Дилеры Skoda начали принимать заказы на Octavia четвертого поколения со 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра, трансмиссия, шестиступенчатая механика, либо восьмиступенчатый автомат. Цены на машину стартуют с отметки 1 миллион 409 тысяч рублей. За топовую версию придется выложить почти 1 миллион 800. В начальной комплектации, кроме прочего, присутствуют 16-дюймовые диски, светодиодные ходовые огни, кондиционер, система без ключевого доступа. ТРАССА 101 Эра электромобилей вот-вот наступит, регулярно слышим мы. А швейцарские исследователи назвали точную дату 2024 год. Именно тогда, по их мнению, стоимость электрокаров сравняется со стоимостью авто с двигателем внутреннего сгорания. Основная проблема, говорят эксперты, заключается в дороговизне аккумуляторных батарей для зеленых автомобилей. Сейчас они стоят примерно четверть от всей суммы. Но через несколько лет, уверена швейцарцы, батарейки резко подешевеют. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова